Новые разборы ЕГЭ и ОГЭ. Каждую неделю. Всем привет! С вами Павликов Андрей. Сегодня разбираем 23-й вариант ОГЭ по математике. Ребята, нас с вами на канале уже 25 тысяч. И это приятно радует. Продолжаем двигаться к отметке 100 тысяч. Для тех, кто испытывает большие проблемы с математикой, кто боится сдавать экзамен, для вас я разработал обучающий курс ОГЭ с нуля. Он состоит из двух модулей – алгебра и геометрия. Изучать можно как по отдельности, так и целиком. Также доступны мои личные консультации. Более 16 часов видеоматериалов. Домашнее задание по всем темам. Время, которое вы инвестируете в изучение данного курса, принесет свои плоды. А результат вас приятно удивит. Желаю успеха! Сегодня вариант разбираем полностью. Нас ждут интересные задачи. Все как обычно. С меня новое видео. С вас обратная связь. В виде лайков, репостов, комментариев, подписки. Поехали! Задача номер 1. Найти значение числового выражения. Смотрим. Есть разводение степень. Это самая старшая операция. Давайте с нее и начнем. Итак, что такое минус 10 степень 4? У нас с вами 4 одинаковые множки, и каждый из которых равен минус 10. Минус на минус это плюс. Плюс на минус это минус. И еще раз минус на минус это плюс. А теперь перемножаем 4 десятки. Получаем 1 с 4 нулями, то есть 10 тысяч. Дальше минус 10 степень 3. Возличается от предыдущего тем, что на 1 множитель меньше. А значит знак будет минус, и на 1 ноль меньше. То есть минус 1 тысяча. Следующее действие. Минус 0,7 мы должны умножить на 10 тысяч. Это означает, что мы запятую передвигаем на один знак в правую первую множительную, и зачеркиваем один ноль у второго множителя. Получаем минус 7 тысяч. Дальше 5 мы с вами умножаем на минус 1000. Получаем, разумеется, минус 5000. И осталось еще сделать какое действие? Минус 7 тысяч. Давайте запишем, что мы получили минус. А дальше минус 5000. А вот здесь очень важно, два знака минуса подряд. А это все равно, что минус 7 тысяч плюс 5000. А это минус 2000. И последнее действие. Минус 2000 минус 32. Это будет минус 2032. Все, можно записать в волну ответа числа. Минус 2032. Задача номер 2. Расстояние от Нептуна до его спутника Тритона равно 0,3548 десятитысячных миллионов километров. В каком случае записана и эта же величина? И нам дали 6 вариантов. Итак, нам нужно миллион представить в виде числа. Какого? Разумеется, это единицы и 6 нулей. То есть 0,3548 десятитысячных мы умножаем на 1 миллион. То есть единица с 6 нуля. И это уже будет величина, которая записывается в километрах. Так, а у нас, смотрите, у всех чисел 3 целых. Значит, нужно запятую перевернуть на один знак вправо. А значит, один ноль зачеркнуть. Получаем 3,548 тысячных. Умножается на единицу уже с 5 нулями километров. А единица с 5 нулями, это значит 10 в пятой степени. Значит, наш вариант ответа номер 4. Три. На координатной прямой отмечены числа x и y. Какое из пределных утверждений для этих чисел неверное? Смотрим. x положительное, что y отрицательное. Причем x находится дальше от нуля, чем y. Значит, модуль x больше, чем модуль y. Смотрим на первое утверждение. x плюс y меньше 0. Верно оно или нет. Модуль x больше, чем модуль y. Значит, первое с логами перетягивает второе. Значит, эта сумма на самом деле положительная. А значит, что это утверждение неверное. Вот оно, первое, неверное. Значит, ответ 1. Смотрим на 4. Найти значение числового выражения. Смотрим, у нас с вами есть частные двух корней. Давайте посчитаем значение дроби под общим знакомым корнем. 24,6. Сколько это будет? 24 легко делиться на 6, получается 4. А корень из 4 это просто число 2. Значит, ответ 2. Смотрим на 5. Ее условия у вас на экране. Определите по рисунку, на сколько вольт упадет напряжение за первые 6 часов работы фонарика. Смотрим. Вначале напряжение было каким? 1,6 В. А через 6 часов, смотрим, поднимаем сверху. 1 В. 1,0 В. Вычитаем из первого, второй. Получаем 6 минус 0 это 6. 1 минус 1 это 0. И запятая. Вот и ответ. 0,6. Найти корень уравнения. Смотрим. Уравнение линейное. Значит, собираем все неизвестные слева, а все известные справа. Получаем минус 6х минус 4х равняется минус 3 плюс 4. Минус 6 и минус 4 это минус 10. А минус 3 плюс 4 это 1. И остается только разделить единицу на минус 10, чтобы найти значение х. Плюс на минус дает минус. 1 делим на 10. 1 десятая. Записываем ее в виде десятичной дроби. Все готово. Минус 0,1 серии. Поступивший в продажу в январе мобильный телефон стал 1600 рублей. В мае он стал стоить 1440 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с января по май? Давайте сначала найдем на сколько рублей снизилась цена. От 1600 от нее 1440. 0 минус 0,0. От 10 отнимаем 4 получаем 6. От 5 отнимаем 4 получаем 1. От 1 отнимаем 1 это 0. То есть цена снизилась на 160 рублей. А теперь смотрим, какую часть 160 рублей составляет от 1600. Здесь все очень просто сокращается на 160, получаем 1 десятая. А 1 десятая это что такое? 100 делим на 10, получаем 10%. Все, ответ на 10%. Площадь номер 8. И условия у вас на экране. Какие следующие утверждения верные? Первое. Афганистан входит в семерку крупнейших по площади территорий стран мира. Смотрим, Афганистана здесь даже близко нет. Значит, это утверждение неверное. Второе утверждение. Площадь территории Бразилии составляет 8,5 миллионов квадратных километров. Смотрим. Бразилия есть и площадь действительно 8,5. Значит, второе утверждение верное. Третье утверждение. Площадь территории Индии больше площади территории Австралии. Смотрим. Площадь Индии 3,3. Площадь Австралии 7,7. Но, конечно же, площадь Индии меньше территории Австралии. Значит, это утверждение неверное. Четвертое утверждение. Площадь территории России больше площади территории США на 7,6 миллионов квадратных километров. Смотрим. Площадь территории России 17,1. Площадь США 9,5 Надо найти разницу и проверить Будет ли она равна числу 7,6 или не будет Так, от 1 5 отнять не можем Отнимаем от 11 5, получаем 6 От 6 9 отнять не можем От 16 отнимаем 9, получаем 7 И запятая строго по цвету Действительно 7,6 Значит, верное утверждение 2 и 4 Поэтому ответ 24 Девять Два автомобилиста независимы друг от друга Выезжает из пункта А в пункт Б Навигатор предлагает каждому из них 4 равноценных маршрута И автомобилисты выбирают маршрут Случайным образом Найдите вероятность того, что автомобилисты Выберут один и тот же маршрут Итак, давайте встанем на позицию Первого автомобилиста Он выбрал какой-то маршрут Один из четырех Что можно сделать в том числе Б? Он может выбрать этот же маршрут, а может выбрать любой другой Значит, какая будет вероятность того, что они выберут Один и тот же маршрут Всего маршрута 4 А вероятность того, что они совпадают Да, у нас одна четвертая То есть один и тот же маршрут они выберут Все значит, что это и есть ответ на вопрос задачи Переводим в десятичную дробь и получаем 0,25 Значит, номер десять Установите соответствие между функциями и их графиками Смотрим, дали нам три функции Три квадратичных функции И три графика, три параболы Смотрим, ветви у двух парабол на трон вверх А у одной вниз И вспоминаем Старший коэффициент положительный, значит ветви направлен вверх Старший коэффициент отрицательный, значит ветви направлен вверх Вот одна парабола с ветерами на трон вверх Вниз И вот одна парабола, у которой старший коэффициент отрицательный Значит, соответствие сразу же останется. Функции B, соответственно, график номер 3. А теперь смотрим дальше. У нас есть две параболы, ветви, которые направлены вверх. Вот они, вершины, где расположены. У одной параболы абсцисса положительная, а у другой отрицательная. Вспоминаем, как выглядит абсцисса вершины. Это минус B92. Считаем, у параболы А это будет минус 7, деленное на 2. То есть 7 вторых. Число положительное. А у параболы В минус 7 вторых. То есть число отрицательное. Все, значит, понятно. Вот оно положительное. Значит, функция А соответствует графику номер 1. И, соответственно, функция В соответствует графику номер 2. Все, соответственно, установлено. Ответ готов. 132. 11. Выписано несколько последовательных членов архитической прогрессии. Числа 8, х, 16 и 20. Найдите х. Давайте смотреть. Если это члены одной архитической прогрессии, значит, они отличаются друг от друга на одну и ту же личину. А как найти эту личину? От последующего отнять предыдущее. 20 минус 16 – это 4. Значит, 16 минус 4 – это будет х, то есть 12. 12. 12. Найти значение выражения при значении аром и гум. Смотрите, какое хорошее значение А нам дали. А давайте сразу подставим и просто посчитаем, что мы тогда получим. 42 делено 7 и 2 минус 2 в квадрате. Это первый дробь. И минус 6 в вторых – это вторая дробь. Вот здесь все считается легко и просто, устно. 7 и 2 – это 14. Дважды 2 – это 4. 14 минус 14 – это 10. 42 делено на 10 – получаем 4,2. 6 делено на 2 – получаем 3. А 4 отнять 3 – это 1. Ну, соответственно, 1,2. Все, смотрите, какая простая задача нам сегодня попалась. 13. Среднее геометрическое трех положительных чисел А, Б и Ц вычисляется по форме. Ж равняется корень кубический из произведения трех чисел А, Б и Ц. Найдите среднее геометрическое число 2, 12 и 72. В каком порядке их подставлять значение не имеет, поскольку операционные множества произведения не меняются. 2 умножаем на 12 и на 72. И будем взыграть корень кубический. А значит, здесь разумно выделить какие-то множества. Давайте заберем двойку отсюда, отсюда и отсюда. Что нам это даст? 2, дважды 6 и дважды 36. Произведение трех двоек – это 2 в третьей степени. А корень третьей степени из 2 в третьей степени – это просто 2. А сейчас остается 6 и 36. А что такое 36? Это 6 и 6. Значит, 6, 6 и еще раз 6. 3 шестерки, то есть 6 в кубе. Корень кубический из 6 в кубе – это просто 6. Остается дважды 6. А это, конечно же, 12. Все, задача решена. Ответ 12. 14. Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке. Вот рисунок, а вот 4 неравенства. Давайте смотреть. Нам дали промежуток от минус 8 до 8. Это значит, что в этот промежуток входит число 0. И оно является решением. Давайте подставим 0 в каждой из неравенств. Что мы получим? 0 плюс 64 больше 0. Это верно. 0 минус 64 больше 0. Это минус 64. Значит, неверно. 0 минус 64 меньше 0. Это верно. И 0 плюс 64 меньше 0. Это, разумеется, неверно. То есть у нас пока осталось два кандидата. Первый либо третий. Давайте теперь возьмем число, которое не является решением. Например, число 10. И подставим в первое и в третье неравенство. 100 плюс 64 больше 0. Это, конечно же, верно. 100 минус 64 меньше 0. Это будет 36. Неверно. Но число 10 не является решением. А у первого и в первое неравенство оно является решением. Значит, то множество, которое мы нарисовали, не является решением первого неравенства. А является решением третьего неравенства. Значит, ответ третий. Назначим номер 15. Колесо имеет 6 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла в градусах, который образует две соседние спицы. По чертежу мы видим, что у нас углов тоже 6, и они все одинаковые. Значит, 360 градусов делим на 6 и получаем правильный ответ 60. 16. Сторона равностороннего треугольника равна 40 корней из 3. Найдите вон бисектрис. Давайте пройдем бисектрису, скажем, B и L. Покажем, что это бисектриса, то есть два разных угла. Но поскольку треугольник у нас сегодня равносторонний, бисектриса будет еще медианой и высотой. Показываю, что это медианая и высота. А значит треугольник А, Б, Л прямоугольный, у которого гипотенуза известна, а катет А, Л будет вдвое меньше стороны А, С, то есть 7 корней из 3. Чтобы найти Б, Л, нужно принять теорему фабора. Обозначаем за х сумма квадратов катетов 7 корней из 3 в квадрате плюс х в квадрате равно 14 корней из 3 в квадрате. Все, теперь аккуратно считаем. 7х7, 49, корень из 3 умножить на корень из 3, это 3. 49 умножаем на 3. Плюс х в квадрат равняется 14 в квадрате, это 196, корень из 3 умножить на корень из 3, это 3. Отсюда х в квадрат, это 196 умножить на 3, минус 49 умножить на 3. А теперь смотрите, что получается. Тройку можно вынести за скобку, это же общая множность, для остатки 196 минус 49. Считаем, сколько это будет. 196 минус 49, это будет 147. 147 умножить на 3. 300 плюс 120, это 420, и еще плюс 21, это 441. Какой человек должен вынести в квадрат, чтобы получить 441? 21. Значит, это и есть ответ на вопрос задачи. 17. Отрезки АС и БД в диаметре окрусии с центром О. Угол АСБ 16 градусов. Найдите угол АОД, ответ дайте в градусах. Давайте посмотрим. Угол АСБ 16 градусов. АСБ. Вот этот. Точка О это центр окрусии. Значит, отрезки АО, БО, СО и ДО это радуги. Они равны между собой. А значит, треугольник БОС равнобедренный. Углы при основании равны. Вот они 2 по 16. А значит, третий угол легко вычисляется. Это будет 180 минус 2 раза по 16. Дважды 16 это 32. 180 минус 32 это 148 градусов. Значит, вот здесь у нас 148 градусов. А угол БОС и угол АОД, они вертикальны. А вертикальные углы между собой равны. Значит, угол АОД равен 148 градусов. 18. Периметр квадрата равен 32. Найдите площадь этого квадрата. Стоим квадрат. Значит, треугольник у которого все стороны одинаковые. Значит, если мы обозначим сторону буквой Х, то получим, что 32 это 4Х. Сторон 4. Значит, Х равен чему? 32 делено 4, получаем 8. А что такое площадь? А площадь это Х квадрат. Значит, нам нужно 8 умножить на 8 и получить ответ 64. В этом уроке мы с вами говорим о площадях фигуры. Откуда возникает это понятие? Ну, давайте посмотрим. Мы с вами измеряли отрезки. Чем? Идем. Мы с вами измеряли угол. Чем? Транспортировали. Соответственно, получали сантиметры, миллиметры и градусы. А вот теперь хотим померить площадь. Возьмем плоскую фигуру, а лучше всего квадратик со стороной 1 см. 1 см, поскольку квадрат, и все стороны одинаковые. И говорим, вот тогда появляются памяти площади, и площадь этого квадратика доходит 1 квадратный сантиметр. Далее. Какими свойствами площади еще хватает? Если фигуры равны, то они имеют равные площади. А если фигура составлена из нескольких фигур, то площадь всей этой большой фигуры, она с вами больше не маленьких фигур. 19. Ее условия у вас на экране. Найдите длину большей диагонали ромба. Смотрим. Диагонали это отрезки, которые с ней противоположные вершины. Таких два вертикально равен 4 клеткам, горизонтальный 6 клеткам. Какой больше? Конечно же 6. 20. Какие из следующих утверждений верны? У любой прямоугольной трапеции есть два равных угла. Давайте посмотрим. Трапеция прямоугольная, если у нее есть прямой угол, да, вот он прямой. Ну, а значит, есть и второй прямой. А значит, два равных есть. Значит, это верное утверждение. Второе утверждение. Касательная к окружности, параллельно радиусу, пройденную в точку касанной Окружность, касательная, а вот радиус, пройденную в точку касанной Параллельно, конечно же, нет Третье утверждение Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, пройденную к этой стороне Поскольку ромб это частный случай параллелограмма А площадь параллелограммы, как кажется, есть в произведении стороны на высоту Значит, это утверждение верное Верных 2, 1 и 3 Ответ 13. Тех, кто хочет основательно подготовиться к решению всех 20 задач первой части, напоминаю, что у меня есть обучающий курс ОГС нуля. Подробную информацию вы найдете по ссылке в описании. Ну а мы с вами переходим к решению задач второй части. Задача номер 21. Решить систему уравнования. Смотрим внимательно и замечаем, что хорош. Правая часть обувь уравнивает одинаковая, а значит и левая часть тоже между собой равна. Вот давайте это напишем. 5х квадрат минус 9х равняется 5х минус 9. А это что такое? А это квадратное уравнение. Переносим все в левую часть и получаем 5х квадрат минус 9х минус 5х плюс 9 равняется 0. Отсюда 5х квадрат минус 14х плюс 9 равняется 0. Что можно заметить? Можно заметить, что сумма коэффициентов равна 0, а значит и х равна единице, это первый корень. А второй корень легко потеряем, где это находится. Произведение корней х1 и х2. Чем равно? Равно с делен на, то есть 9 пятых. А поскольку первый корень равен единице, то мы эту единицу умножаем на х2 и получаем 9 пятых. Значит х2 как раз равно числу 9 пятых. Ну а кому нравятся больше десятичные дроби, получаем 1,8. Остается вычислить у только, да? Легче подставить, конечно, во второй уровне, но попроще. Получаем, что у 1 равен чему? 5 умножить на 1 минус 9. 5 минус 9 это минус 4. А у 2, соответственно, это 5 умножить на 9 пятых. Вот здесь будет удобнее подставлять. Минус 9. Пятерки сокращаются. Остается 9 минус 9 это 0. Все, смотрите, как просто мы справились с этой системой. Итак, ответ. Первая пара это числа 1 и минус 4. Вторая пара это числа 1,8 и 0. Самая простая задача. Из сложных это 21. Именно поэтому она пользуется наибольшей популярностью среди моих обучающих курсов. 22. Баржа прошла по течению реки 80 километров. И повернув обратно, прошла еще 60 километров. Затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 километров в час. Так, задача на движение. Давайте заполнять табличку скорость и время расстояния. Что мы с вами знаем? Баржа прошла по течению 80 километров, а против течения 60. Давайте покажем. По течению, против течения. Что известно про скорость? Скорость баржи неизвестна. Значит, обозначим ее за х. Но когда она идет по течению, то течение помогает, поэтому скорость будет х плюс 5. А когда против, течение мешает, скорость будет х минус 5. Время теперь легко вычисляется. Это будет 80 деленное на х плюс 5 в первом случае и 60 деленное на х минус 5 во втором случае. А на весь путь баржа потратила 10 часов. Давайте это запишем. Значит, время первое плюс время второе. То есть, дробь 80 деленное на х плюс 5 плюс дробь 60 деленное на х минус 5 равна 10. Все требуется найти х. Но что можно найти? Можно сразу сократить на 10, поскольку у нас все числа оканчиваются нулем. Получаем 8 деленное на х плюс 5 плюс 6 деленное на х минус 5 равняется 1. И приводим к общему знаменателю. 8 умножить на х минус 5 плюс 6 умножить на х плюс 5. А в знаменателе перемножаем и получаем х квадрат минус 25. И дробь равна 1. Дробь равна 1, если ее числитель равен ее знаменателю. Поэтому х квадрат минус 25 равно чему? 8х минус 40 плюс 6х плюс 30. То есть, х квадрат минус 25 равняется 8 плюс 6, 14. Минус 40 плюс 30 минус 10. Собираем все в одной части, например, в левой. Получаем х квадрат минус 14х. Минус 25 плюс 10 это минус 15. Равняется 0. Ну и давайте потеряем виды, найдем корни. Здесь они должны легко найтись. В произведении их равно числу минус 15. А сумма равна числу минус минус 14, то есть плюс 14. 14 и 15 отличаются на единичку. Значит, здесь у нас у нас два числа. 15 и минус 1. Так, х1 равен 15, а х2 равен минус 1. Отрицательные квадраты, разумеется, нас не устраивают. А устраивают только положительные. Значит, готов ответ. Ответ 15 км в час. Что такое текстовая задача? Это умение составить математическую модель и решать получившееся уравнение, либо систему уравнений. Именно поэтому курс по 22 значек пользует точно такой же популярностью, как и по 21. Задача номер 23 построит график предложенной функции и определит, при каких значениях параметра m прямая y-м не имеет общих точек с построенным графиком. Прежде чем строить, обратим внимание на дробь, у нее есть знаменатель. Знаменатель ни в коем случае не должен быть равен 0. То есть, х2-2х не равен с ним. Что перед нами? Неполный квадрат на трехщин. Значит, напрашивается, разложите его на умножки. х и х-2. Это 2 умножки и произведение их не равно 0. Значит, каждая из них не равен 0. То есть, х не равен 0 и х-2 не равен 0. Значит, х не равен 0. И это как раз есть область определения нашей функции. То есть, дт. Так, а дальше мы с вами можем делать все, что хотим с этой дроби. Конечно же, хотелось бы ее сократить. Для этого нужно воспользоваться вот этим разложением, которое мы с вами уже получили. Знаменатель получается произведение двух множителей. И на х-2 теперь мы можем легко сократить. Получаем минус 5 и минус 1 идет на х. А это что такое? Это же просто гипервола, которая расположена где? Поскольку перед ней стоит знак не значит во второй четвертой четвертях, и еще на 5 единиц вниз смещенная. Значит, можно ось у х приподнять. Так, х, у 0. И, соответственно, минус 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проводим здесь горизонтальную асинтуту. А вертикальную, разумеется, х равен 0. И давайте возьмем х, равный, например, 1. И подставим. Здесь будет 1. Минус 5 минус 1, это минус 6. Ну, а вот моя точка. Все, мы с вами нашли точку, через которую пойдет ветвь гипервола. Ну, вот она и пошла, прижимаясь к асинтутам. Так. А вторая будет и симметрична. Можно в этом убедиться, просто поставив минус 1. 1, 3, 3, 1, это минус 1. Минус минус 1, это плюс 1. Минус 5, плюс 1, это минус 4. Да, вот у нас, соответственно, эта точка. И пошла вторая ветвь прижиматься к асинтутам. Так. Все, почти построили. Почему почти? Да, потому что вспоминаем, что х не равен 0. Но здесь у нас все хорошо. У нас эта вертикальная асинтута, а еще х не равен 2. Значит, надо посчитать, чему же у нас у 2 здесь равен. Минус 5, минус 1, 2. Получается минус 5, 1, 2. Да, значит, мы с вами берем точку 2. Здесь, а так, это у нас минус 6 должно было быть, да? Вот это минус 6, а это минус 5. Вот он. Здесь, соответственно, будет минус 5, 1, 2. Да, вот эту точку выкалываем. Все, соответственно, вот она у нас и появилась. Все, хорошо. Вот теперь график точно построен. И проводим прямую Y к 0, M. Это прямая, которая либо совпадает со серцией, либо параллельно ей. Ну, давайте возьмем совпадающую. Да, здесь одна общая точка есть. Если будем брать положительные, то точка общая тоже будет одна. Будем опускаться вниз, будет одна общая точка до тех пор, пока мы не совпадем с горизонтальной асинтутой. Значит, M равный минус 5 нас уже устраивает. Дальше опускаемся чуть ниже, и вот здесь будет одна общая точка. До каких пор? До тех пор, пока не пройдем через эту выкалутую точку. А эта выкалутая точка у нас, это минус 5, 1, 2. А дальше опускаемся вниз, и все, снова одна общая точка будет. Значит, ни одно значение больше нас не устроит. Тогда можно подать итог нашей работы. Итак, ответ. M равно минус 5, 1, 2. Или M равно минус 5. Построение графика функций, это в первую очередь изучение свойств этих функций. Именно этому я учу в курсе по 23-й задачи. 24. Катеты прямоугольного треугольника равны 15 и 36. Найдите высоту, пройдем на гипотенузу. Давайте искать. Итак, вспоминаем. Где участвует высота? В форме и площади. Значит, площадь треугольника может быть найдена как 1, 2 основания, то есть AB умножить на CH. Не AB, не CH мы не знаем. Площадь мы тоже не знаем. Но площадь легко найти, как половина произведения катетов. Давайте напишем. 1, 2 АС умножить на BC. Катеты известны. Подставляем их и считаем. Так, 2 и 36 сокращается на 2, остается 18. И 18 умножить на 15, это будет 270. Остается найти теперь гипотенузу. На гипотенузу легко находится потеряем фагора. AB в квадрате, это будет AC в квадрате плюс BC в квадрате. То есть, 15 в квадрате плюс 36 в квадрате. Сколько это будет? Это будет 225 плюс 1296. А это? Так, сюда добавить 200. 1521. 1521, это почти 1600, значит почти 40, 39. 39 в квадрате. А значит, AB на 39. Так, ну и все, остается подставить аккуратно. 270 равняется 1, 2 умножить на 39 и умножить на CH. Так, давайте домножим на 2 обе части, чтобы не было дробей. Получаем 540, равняется 39 CH. А отсюда CH, это 540 плюс 39. Что здесь можно? Можно сократить на 3, это будет 180 в 13. 13 число простое, значит сокращение больше не удастся. Все, значит ответ получен. Записываем ответ. CH равняется 180 в 13. Простая задача? Простая. Но зато мы использовали очень важный метод. И именно таким методом я и учу в своем курсе по 24 задачи. 25. Известно, что около четырехугольника ABCD можно описать окружность. И что продолжение сторон AD и BC четырехугольника пересекается в точке K. Докажите, что треугольники KAB и KCD подобны. Давайте смотреть. Треугольники KAB и KCD. Сразу замечаем, что у них общий угол K. Угол K общий. Теперь нам достаточно найти еще одну пару равных углов, тогда все будет доказано. Давайте посмотрим на угол A. А поскольку четырехугольник ABCD вписаны, то сумма углов A и C дает 180 градусов. То есть угол A плюс угол C равняется 180 градусов. Это из-за того, что ABCD вписаны окружности. Так, ну хорошо. А угол KCD смежный к углу BCD. Значит, он будет равен углу A. Почему? Давайте запишем. Угол KCD плюс угол C с 80 градусов. Сравниваем две эти строчки и отсюда делаем вывод. Угол A равен углу KCD. А это как раз то, что нам нужно. Вот он, угол K общий. Вот он, угол A равен углу KCD. Значит, отсюда делаем вывод, что треугольник KAB подобен треугольнику KCD. Что и требовалось доказать. Как изучать геометрию? Могу предложить два хороших пути. Учебник или мой обучающий курс по 25-й сдаче. 26. На стороне BC, остроугольного треугольника ABC, как на диаметре, построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M. ADR на 49, MDR на 42, AH это точка пресечения высот треугольника ABC. Найдите AH. На самом деле, я сразу целую окружность построил. Центр ее лежит на стороне BC. Так, что мы с вами знаем? AD знаем, MD знаем, но значит, и AM тоже знаем. Вот теперь точка H. Это точка пресечения высот. Одна высота уже есть AD, где вторая. А вторая будет вот таким образом выглядеть. Смотрите, она попадет вот ровно вот в эту точку. Почему? Да потому что, здесь давайте поставим какую-то точку F. Угол BFC вписан в окружность и опирается на диаметре. Значит, он равен 90 градусов. А значит, BF это и есть действительно высота. А значит, точка H у ворота появилась. Вот это точка M, соответственно. Так, а теперь давайте смотреть внимательно. Маленький треугольчик и чуть побольше треугольчик. У них общий угол А и углы есть прямые. Значит, это два подобных треугольника. Вот с этого и начинаем. Треугольник AFH подобен треугольнику ADC. По двум углам. Можно в скобочках пометить. Угол А общий, а угол F равен углу D равен 90 градусов. Но раз треугольники подобны, то их стороны пропорциональны. То есть AF так относится к AD, как AH относится к AC, то есть так же, как FH относится к DC. Что нам из этого нужно? Вот AH мы ищем, значит, этот треугольник точно нужна. AF и AD. AD мы с вами знаем. Значит, получаются вот эти первые две дроби нам очень даже нужны. Применяем правила пропорции и получаем, что AD умножить на AH это то же самое, что AF умножить на AC. А отсюда AH, это что такое? AF умножить на AC и разделить на AD, то есть на 49. Все, остается найти AF умножить на AC. Никто другого мы с вами пока не знаем, но замечаем, что такое AF. AF это часть секущей, а AC это вся секущая. Значит, речь идет о теореме секущих. А где вторая секущая? Вот она из точки А проходит секущая вот эта, AE. Давай мы с вами помним, что AF умножить на AC, то есть внешняя часть секущей на всю секущую, равна произведению AM умножить на AE. Снова, внешняя часть секущей умножить на всю секущую. AF умножить на AC, то же самое, что AM умножить на AE. Значит, AH это то же самое, что AM умножить на AE, произведение на 49. AM и SM. Можем найти, это AD минус MD, то есть 7. А что такое AE? AE это получается AD плюс DE. А DE это то же самое, что DM. То есть получается это 49 плюс 42, то есть 91. И лишь на 49. Все, осталось только аккуратно посчитать. Здесь можно на 7 сократить, 7,49 остается. 91,7. 91 деля на 7, получаем 13. Все, легко решилось. Все, ответ готов. Ответ AH равняется 13. На самом деле сложная, но решение мы с вами просто. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы увидели знакомые конструкции. Подобные треугольники и теорему о секущих. Рекомендую к изучению свой курс по 26-й задаче. Вариант мы с вами полностью разобрали. Большое спасибо всем за внимание. Не забывайте про обратную связь. Лайки, подписка, комментарии. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok